Это видео должно было выйти сразу же после нового года, но из-за моей болезни выходит только сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Год был непростым. Это, казалось бы, уже набившая оскомину фраза, как нельзя лучше описывает прошедший 2022 год. Сумасшедшие 12 месяцев заставили переосмыслить многие привычные вещи. То, что казалось обыденным и даже незыблемым, рушилось. Проблемы, которые накопились за прошлые годы, никуда не делись. А вдобавок, ещё и пришла угроза тотального звездеца с повторением сценария всеми нами известного романа, которая, впрочем, сохраняется до сих пор. В общем, жути в 2К22 было предостаточно, и хотелось бы верить, что год кролика привнесёт хотя бы частичку спокойствия в этот свихнувшийся мир. Но нельзя не отметить, что и положительные моменты всё же были. Лично для меня это была пора творческой самореализации. На моём канале, спустя двухлетнего затишья, вышло немало самых разных видеороликов. От контента новостного характера до обзоров и даже мини-фильмов. Впрочем, о канале и конкретно о тебе, да да, именно о тебе, мой дорогой зритель, будет отдельный блог в конце этого ролика. Так что не спеши его выключать. А сегодня я хотел бы поговорить о всеми нами горячо ожидаемом продолжении серии Игр Метро. Так уж сложилось, что в ушедшем году о следующей части было не так много информации, по понятным причинам. Однако, некоторые любопытные подробности и утечки всё же всплывали. Да и в целом, если касаться именно вселенной, то событий было таки прилично. К тому же, хотелось бы, знаете, провести эдакую черту после 2022-го и оценить дальнейшие перспективы всей серии на следующие годы. Что ж, не будем больше медлить. Вы находитесь на канале RecVital. Усаживайтесь поудобнее и не забудьте поменять фильтры, ведь мы вкатываемся в 2023-й год. Поехали! Учитывая то, что продолжение любой игровой серии неразрывно связано с финансовыми успехами предыдущих игр, данные, появившиеся в середине февраля о 6 миллионах проданных копий Metro Exodus воспринимались позитивно. Ведь это ещё раз укрепляло ощущение, что продолжение непременно выйдет. И пусть о том, что история будет продолжена, было сказано напрямую уже спустя пару месяцев после релиза исхода, никогда не знаешь, как оно всё может повернуться. Игровая индустрия знает немало случаев, когда, казалось бы, уже анонсированные и вовсю разрабатываемые проекты так и не доходили до релиза по самым разным причинам. Добавляем ко всему этому пандемию коронавируса, которая сегодня-то по сути никуда не делась. Просто спал ряд ограничений и всем стало просто наплевать ввиду ещё более удручающего фактора. Именно по этим причинам новостей, связанных с продолжением, было крайне мало. Хотя и было чувство, что 4A Games будут активнее делиться какими-то подробностями, особенно на фоне утечек из GeForce Now, из которых следовало, что релиз следующего Metro был намечен на 17 февраля 2023 года. Если всё было бы по плану, то разработчики как минимум весь 2022 год явно делились бы хоть какими-то новостями с полей разработки, всячески прогружая аудиторию к новой игре, возможно даже показом трейлера. Но ничего из этого не было. Дата показа игры, её пиар-компания и само собой релиз сдвинулись, и вполне возможно даже не на один год. Кстати, с утечками из GeForce Now также сходится инсайт от пользователя с никнеймом Oops Leaks, который 20 мая утверждал, что на одной из летних презентаций нас, вероятно, ожидает пока следующей части метро. Её он отметил статусом игры, которую скорее всего покажут. Так и не показали. В общем, опять же приходим к тому, что именно в 2022-м должны были представить всему миру первый трейлер, и вместе с тем, первые важные подробности об игре. Здесь на самом деле вызывает диссонансы и потенциальная невозможность покупки новой игры на территории России, события которой разворачиваются в России. Ещё в марте прошлого года в Стиме нельзя приобрести игры, связанные с компанией Koch Media, куда входит и издатель Deep Silver, и соответственно все относящиеся к нему игры, в числе которых, разумеется, и серия Metro. Как всё это будет решаться, покажет только время. Ровно в таком же подвешенном состоянии и судьба киноадаптации. На канале уже есть видеоролик, посвящённый этой теме. Там есть полный разбор хронологии, происходящих в этом направлении процессах. Перейдите по подсказке, если интересно. Если в двух словах, то та ещё Санта-Барбара. Сейчас права на фильм принадлежат холдингу Газпром Медиа. В связи с жёсткой антивоенной позицией непосредственно создателя вселенной метро Дмитрия Глуховского и его заочного ареста на секундочку, создание ленты было заморожено, и теперь непонятно, увидит ли киноадаптация зелёный свет. Короче, всё с этим сложно. Каких-то подвижек в этом плане не наблюдается, и вряд ли мы их увидим, пока обстановка в мире не стабилизируется. 4A Games на протяжении года в своих соцсетях выкладывают вакансии, в которых нередко фигурируют позиции для так называемого New IP. Совершенно новой игры, никак не связанной с серией игр Метро. Что это будет и как это будет, пока не ясно. Да и думаю, что какой-то конкретной информации об этом проекте мы не получим, как минимум, до выхода следующего Метро. А вот что мы точно в этом году получим, так это свежую инфу о фанатских модификациях. Обойти эту тему стороной я просто не мог, учитывая весь масштаб проделанной работы в этом направлении. 2022 год стал для вселенной прорывным. Во-первых, нам показали новый трейлер Мода Наследия от создателей, по сути, единственной модификации на Метро 2033 под названием Проводник. Разработчики проделали большую работу. Перевели проект на рельсы редакс-версии. Реализовали новый сюжет, открытый мир, новые фракции, систему смены времени суток и многое другое. Кто хочет узнать больше о проекте, welcome на отдельный видеоролик, по подсказке выше. Состоялся релиз ещё одного интересного проекта, события которого разворачиваются в мире Метро, пусть сам Мод и на базе Сталкера. Называется «Сие творение Элонен Винсторм», местом действия которого стали полярные зори. Геймплей игры представляет собой хардкорный выживач, где вам предстоит остаться один на один с дикой природой и жёсткими погодными условиями. Этот проект мы также не обошли стороной и о нём есть отдельное видео. Опять же, переходите по подсказке, если заинтересовало. И к слову, разработчики уже анонсировали продолжение с подзаголовком Fallen Beer, релиз которого намечен на этот год, ровно как и модификации наследия. Так что 2023 имеет все шансы развить успех предыдущего года в плане фанатских работ. А если ещё и ForE Games такие заанонсят новую часть в этом году, так вообще будет просто шикарно. Ну, по новостям вроде всё. Остаётся надеяться, что всё то безумие, что принёс нам 2022, как можно быстрее завершится. Вериться в это, правда, с трудом, но надежда всё же есть. Хочется верить, что происходящие события не перерастут в нечто более глобальное. В это время, в первую очередь, важно оставаться человеком. Маховик ненависти и так раскручен до предела. В наших с вами силах не усугублять уже и без того усугублённое. Мой канал всегда был про игры и комьюнити. Различным провокатором и любителям извергать желчь – прямая дорога к телеку. И на фоне всего этого, в 2023 году я хочу пожелать всем своим зрителям побольше терпения, сил и умения находить что-то светлое и позитивное даже в самые мрачные моменты. Ну а от себя пообещаю радовать вас интересным, качественным контентом. Буду стараться удивлять новыми рубриками и продолжать освещать события вокруг вселенной метро. Кстати, буквально на днях обнаружил, что на канал подписалось уже 20 тысяч человек. Нереально крутое число, и всё это благодаря вам, за что огромное спасибо. И да, если вы ещё не в этом числе, то сейчас самое время прожать на кнопку подписаться. Ну и конечно же перейти в мой телеграм-канал, где вы сможете первыми узнавать все новости, связанные с каналом и не только. Также там есть чат для общения, буду рад новым лицам. А на этом всё. С вами был Рик Вайтл, всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова